Особенности менталитета русского народа. Ну, как вы знаете, всегда в противодействии с нашей цивилизацией, славянской, русской цивилизацией, возникала определенная ситуация, когда каждый, кто с ней соприкасался, становился покойником. Я имею в виду соприкасался как проработитель и как враг. Вот. Он не учитывал следующих моментов. Первое. Русские не сдаются. Второе. И один в поле воин, коль по-русски скроен. И третье. Русские атакуют даже мертвыми. Давайте посмотрим атаку русских мертвецов. Да, ну вот вы сами можете познакомиться с этим материалом. Был такой случай во время Первой мировой войны, когда отравленные химическим оружием русские воины, собрав последние силы, все-таки перешли в атаку. И наш противник, увидев людей с окровавленными лицами соответствующего цвета, но человек, который получил воздействие химическим оружием, выглядит крайне интересным, больше напоминает живого мертвеца. Поэтому, кстати, и названо это мероприятие «Атака русских мертвецов». И несколько русских мертвецов совершили атаку, которая повергла, так сказать, в ужас большое воинское подразделение. Каждый раз вот эти вот ребята, затевая здесь очередной Гарвардский, Хьюстонский проект, Первую и Вторую мировую войну, различные там нашествия европейских орд на нашу территорию, надеются, что вот в этот раз-то уж точно нам все удастся. Вот. Но, так сказать, некоторые факты из их неудач от нас тщательно скрываются, и даже в СССР они скрывались. Давайте сейчас посмотрим это интересное место, которое называется «Кладбище 2-й Королевской Венгерской Армии». Вот оно, кладбище в Воронеже, да. Так, то же самое картинки. Вот это, вот это, вот это, вот это интересная картинка. Значит, Венгерская Королевская Армия, вот, по составу это примерно 10 дивизий, вот, в полном составе, все до последнего человека лежат там. Вот. Что самое интересное, не осталось ни одного документа об этом событии. Вот. Мероприятие проводилось по устной договоренности между рядовыми бойцами. Да. Мероприятие проводилось по устной договоренности между бойцами. Звучала эта договоренность примерно так. Мадьяров, плен не брать. Вот. И поэтому среди 75 тысяч пленных, которые были, и 320 тысяч убитых было в битве под Воронежем, я имею в виду со стороны вермахта, и 75 тысяч попало в плен. Не было ни одного венгра. Вот. В очередной раз они, так сказать, понадеялись на то, что, ну уж в этот раз мы их точно сломаем. Вот. Такая же печальная картина, вот, ожидает и сегодняшних оккупантов территории Союза СССР. Вот. Вот. Просто хочется напомнить им вот эти вот ободряющие картинки. Да. Да. Из 150 тысяч, там, по-моему, 54 тысячи все-таки трупов удалось найти. Ну, потому что хоронили их не сразу после битвы. Понятно, что там это уже делалось все после войны, там, через определенный период. Вот. Ну, 54, по-моему, тысячи они все-таки идентифицировали своих солдат. Вот. Ну, до сих пор это считается самым, так сказать, серьезным уроном, который был нанесен в Венгрии, вот, ну, генофонду в Венгрии. Вот. И вообще наша страна из себя представляет гигантское кладбище, вот, захватчиков, которые когда-либо приходили на нашу территорию. Вот. Вот если вот едете вдоль Смоленской дороги, вот я когда ехал по этой дороге в сторону Минска, у меня было ощущение, что я еду там сотни километров вдоль гигантского кладбища. Так оно и есть, на самом деле. Там миллионы лежат. Миллионы. Тех, кто под разными предлогами, в разное время, вот, хотел захватить нашу страну, хотел, так сказать, поработить наш народ. Вот. Вот. Ему казалось, что он самый великий, самый могучий, самый мудрый, самый сильный и так далее. Вот. И все они нашли благополучное, так сказать, упокоение в нашей земле. Вот. Так что, я надеюсь, вот эти интересные картины, вот, послужат им определенным предупреждением. Вот. Это многие военные и политические деятели неоднократно предупреждали своих современников и потомков о том, что, ну, на Русь не надо ходить, ребят. Вот. Последний, кто это сделал, это один из писателей, один из современных писателей, вот, чеченец по национальности. Зовут его Герман Садулаев. Садулаев, никогда не обижайте русских.